Собственник земельного участка, где располагался особняк Елена, может заплатить штраф в величину от 100 тысяч до миллиона рублей. Областной департамент культуры и культурного наследия подготовил предписание о пристановке земляных и строительных работ на улице Семенчикова. Вынесено определение возбуждения административного производства и проведения расследования. Уже завтра материалы дела будут переданы в суд. Такую же крупную сумму, возможно, придется выплатить и исполнителю работ. Вопрос будет решен завтра, будет дана правовая оценка действий и завтра уже будет принято решение о возможности возбуждения второго административного дела. Хотя объект не являлся памятником истории, департамент культуры уже готовил документы о присвоении такого статуса. Была проведена государственная историко-культурная экспертиза. На прошлой неделе в мэрию был направлен соответствующий запрос по этому участку земли. В выходные особняк снесли. Земельный участок, о котором мы говорим, это зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Собственник перед началом производства работ должен был получить у нас разрешение на проведение работ. Им было проигнорировано это требование закона. Как вы понимаете, если бы оно было соблюдено, то разрешения бы не было и не было бы того факта, который мы имеем сегодня. Напомним, что еще четыре дня назад здесь, на улице Семенчикова, стояло двухэтажное здание, построенное в самом начале прошлого века. А теперь на его месте руины. Такими действиями возмущены и простые горожане и чиновники. Глава города Вячеслав Сверчков решил инициировать депутатскую проверку. Мы запросим все документы, мы посмотрим, соблюдены ли все те нормы, которые положено, соблюсти было застройщику. Если нет, значит, будет строительство продолжаться. Если будут какие-то нарушения, будем тогда рассматривать, обсуждать уже и принимать какие-то меры. Вопрос о правомерности действий собственника земельного участка решит суд. Департамент культуры при дальнейшем согласовании проектной документации нового объекта на этой территории будет ставить вопрос о воссоздании памятника или, как минимум, чтобы в облике нового здания появились отголоски особняка, который снесли. А пока выясняются все подробности случившегося. Сотрудники музея камня планируют организовать выставку предметов, обнаруженных вдоль революционной постройки три года назад. Скорее всего, экспозиция откроется в артриуме одного из торговых центров Иваново. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...